всем привет мы сегодня будем готовить грудку индейки можете взять грудку куриную мы будем ее делать с базиликом помидорами и черным острым перцем перец черный для этого нам понадобится куриная куриная индюша индюшачья для этого нам понадобится грудка у меня индейка вот такие тоненькие кусочки прям совсем также нам понадобятся помидоры базилик у меня зеленые если у вас фиолетовые можете использовать фиолетовые перец черный и соль все больше ничего ну там еще ложка 2 растительного масла при обжарке и вот больше нам ничего сюда не надо больше никаких приправ я не я бы вам не советовала это блюдо подходит для чередования и поверьте мне это на самом деле очень вкусно очень праздничное блюдо сочетание помидор и базилик великолепно начнем грудку нам нужно очень очень хорошо отбить вот я вам советую или просто взять полиэтиленовые мешочек или вот так вот в пленку сделать и отбиваем отбиваем очень хорошо просто вот чтобы они были прозрачные вот такой вот почти прозрачный кусочек и так вот всю грудку берем есть листья базилика стволы не нужны потому что они жесткие вот так вот листики 8 продукт аккуратно тщательно это все нужно будет промыть убрать все рассмотреть вот так листики мы берем ну так хорошо и помидоры нужно порезать знаете такими долечками плодоножку отрезаем и режем на такие тоненькие ломтики вот так это готово теперь берем грудку солим с двух сторон солим девочки по вкусу кому как нравится но не пересолите так и обильно очень хорошо мы сюда добавляем черный перец вот это вот сочетание черного перца базилика помидор это вот очень вкусно так кладем помидоры не жалеем и вот так вот ручками измельчаем базилик и добавляем базилик тоже не жалеем вы знаете базилик стать очень хорошо хранится в замороженном виде вот если мне попадается такой хороший пучок я обязательно его замораживаю все накрыли и вот в таком виде готова и делаем вот так всю грудку так ну вообще смотрите грудка индейки с помидорами с базиликом и готовить мы будем на сковороде и на углях это для тех кто говорит что сейчас жаркой готовить не хочется многие на дачах элечка привет многие на дачах и поэтому можете то же самое сделать на углях на улице и как начнем угли готовы выкладываем 1 и 2 готовится будет достаточно быстро в сковороде по 3 по 4 минутки с каждой стороны здесь я думаю будет также 2-3 минутки в общем смотрите все зависит от того насколько тонко вы отбили грудку время я засекла вот сейчас остается 10 секунд все две минуты было на этой стороне переворачиваем эти какая красота красота и сейчас засекаем две минуты на другой стороне так на этой стороне мы готовили 3 минутки поднимаем посмотрим видите но я бы оставила еще на полминутки еще полный в общей сложности минутки 3 на одной на другой в общем переворачивайте смотрите все зависит от вашего мангала от расстояния расстояние от решетки до углей но в общем вот такая вот красота получается главное не передержите потому что будет сухое и не очень вкусная но все у нас это приготовилась выкладываем вот посмотрите какая красота поверьте мне это очень вкусно так это у нас готово теперь мы будем готовить на сковородке так ставим сковороду на плиту включаем ставим сразу на большую мощность и ждем когда она нагреется добавляем примерно две столовые ложки растительного масла даже на полторы много не надо просто вот чтобы смазать ее если у вас есть сковородка такая знаете гриль готовьте на ней сковородка нагрелась выкладываем грудку затекаем время 3 минуты на одной 3 минуты на другой огонь убавляем до среднего прошло 2 минуты переворачиваем смотрите как аппетитно это выглядит и оставляем еще на 2 минуты но я бы еще накрыла крышкой вот так и оставляем на 2 минуты вот такое блюдо у нас получилось вы знаете оно такое самодостаточное здесь даже не нужен гарнир но если вы хотите кто не на диете там можете рис можете картошечки отварить поверьте мне это на самом деле очень вкусно и полезно я всем рекомендую приготовить это блюдо всем желаю здоровья самое главное не болейте худейте с удовольствием всем пока а и Субтитры подогнал «Симон»